Кто уже каждый день ест хлеб с маслом, потому что это полезно, кто уже каждый день молится, так это новый министр обороны оккупантов Белоусов. Мы об этом теперь знаем, из подтвержденных данных фактологически попали в распоряжение журналистов документы с личной почты, календаря и заметок нового министра обороны оккупантов. И вот там любопытно, как распланировал себе день и какие заповеди по жизни он соблюдает, какие обеты он дал Богородице. Вот такая даже формулировка там звучала. Значит, каждое утро надо начинать с молитвы, правильно питаться, каждый день звонить матери, блюсти частоту к женщинам и соблюдать правила секс-гигиены. В целом, как бы все правила, ну, отлично, да, как бы тут ни к чему не придерешься, но когда у тебя из основных правил два раза повторяется что-то связанное с сексом, да, и когда ты вот с такими вот своими заповедями занимаешь позицию министра обороны, да, потом еще, если не ошибаюсь, это же по институту Белоусова теперь в рядах оккупационных сил каждое утро будет молебен, то как бы в целом можно какие-то выводы делать, что скажете? Меня интересует, почему Белоусов так похож на Андрея Чикатива? Был такой советский маньяк, педофил, 53 жертвы, кстати. Вот почему Путин выбрал себе в министра обороны человека, который так похож на Андрея Чикатива, вы мне скажите. Я думаю, что у них есть связь. Объясняю. Значит, дедушка Путина, который травил Ленина и потом был поваром у Сталина, точно должен был знать дедушку Белоусова, который был охранником Сталина. Может, он, кстати, его и прикончил. Вы не знали этого, что он был охранником Сталина? Нет, интересно. Я думаю, именно это их и как бы сплотило. Именно поэтому Путину и приглянулся Белоусов, поэтому он его взял сначала к себе помощники, до этого министром экономики, потом помощники, вице-премьером и теперь министром обороны. Я думаю, именно память об этих общих убийствах, которые совершали их дедушки или могли совершать, конечно, должна была сплотить Путина и Белоуса. Но, конечно, да. Меня удивляет, почему он должен пять минут в день проводить с кошками. Что он делает с этой кошкой пять минут в день? Вот вы мне скажите, вы кошатник, нет? Что можно делать с кошкой? Вот пять минут сидеть с кошкой, что он делает? Ну, зачем? Но это успокаивает, Александр. Ну, распорядок дня. Пять минут в день он должен сидеть с кошкой. От и до. Зачем? Ну, понимаете, абсолютно какие-то безумные люди. Потом оказалось, что он, отвечающий за экономику человек, имел отношение с Евгением Пригожиным, слэш Кувалдой, у которого спрашивал, а как создавать ЧВК? Зачем экономисту создавать ЧВК? Вот вы мне объясните. Мне кажется, они там все абсолютно больны. Но мы можем смеяться над Белоусовым и даже над тем, что он действительно похож на Чикатило. Но, понимаете, нужно относиться серьезно к Белоусову. Это плохо, когда заходит человек, который начинает проводить чистки, генералитет, находить воров, коррупционеров, налаживать логистические какие-то поставки, создавать там какие-то отдельно военно-промышленные направления и так далее. Плохо, потому что порядок в российской армии или хотя бы уменьшение того хаоса в российской армии, это не очень хорошо. Если мы говорим о том, что Россия это, конечно же, наш противник. 100%. И некоторые мои собеседники переживали, что Шойгу был коррупционером, а этот придет и он принципиальный фашист православный и так далее. Но мы же по этим документам знаем, что тоже, скажем так, он в коррупции-то завязан. Пытался же он в 2018 году каким-то образом срочно продать свою виллу на Средиземном побережье за 600 тысяч долларов. И как потом положить эти деньги в Мальтийский банк, а там начали выяснять, откуда у простого российского чиновника 600 тысяч долларов, которые вы хотите положить. Ему пришлось там то ли объяснять, то ли он туда их не положил. Ну просто это скорее, знаете, как успокоение для тех, кто думает, что человек максимально принципиальный. А кому он продал? Кому он продал? Там тоже любопытная история. Человеку по фамилии Левин, который потом, как оказалось, вероятно является сотрудником МОСАДа, который причастен к убийству одного из лидеров Хамаса в Дубае. Я вам расскажу, кто это был. Это был эликоптер. Тот самый, который убил президента Раиси, мясника иранского. Вот в вертолете это именно он был. Белоусов продал эликоптеру. Владимир Соловьев, слушайте нас внимательно. Белоусов продал эликоптеру вот эту свою виллу. И на эти деньги МОСАД прикончил союзника Путина Раиси. Вот так оно и было. Вот мы распутали с вами загадку. Друзья, ну я думаю, за такой ответ точно надо поставить лайк, если вы не сделали этого еще до. Пожалуйста, нажмите на палец вверх. Хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Но и в целом, подписываясь на YouTube-каналы Дмитрия Гордона, Алиса Ватсина и в гостях у Гордона, вы не будете пропускать не то, что даже наши встречи совместные с Александром, но и наши отдельные интервью, которые выходят на этих YouTube-каналах каждый день. Вот вы вспомнили... Я вот сейчас смотрю на себя и вижу перекошенное лицо. У меня скоро, понимаете, от этих новостей паралич возьмет, по-моему. Да-да, ну рассказывайте. Да, и я еще хотел вам сказать, друзья, что мне теперь приходится иногда записывать интервью без света. Мы с Александром сидим вот здесь, и у нас есть даже план Б на случай отключений. Мы стараемся именно для вас, я вот даже в нос говорю, но все равно продолжаю вести этот диалог, именно для того, чтобы радовать вас, друзья, пожалуйста. Поэтому отблагодарите нас как минимум лайком, будет очень приятно. Вы начали говорить о смерти президента Ирана, и тут любопытно уже, когда сейчас немножко эмоции как бы, да, стихли, поговорить о реакциях на эту смерть и в целом о том, как в Кремле связывают смерть президента Раисе с другими событиями. Давайте вот с этого и начнем. Вот, значит, главный стендапер, ой, простите, главный философ России Александр Дугин вот считает, что покушение, например, на такого товарища Путина, как премьер Фитцо Словацкий и смерть президента Раиси Ирана, Раиси, да, то это звенья одной цепи, на которую Кремль точно должен ответить. Мол, Запад специально ослабляет позиции Кремля, значит, вот такие покушения устраивая на друзей Путина, поэтому Кремль должен ответить. Как ответить? Дугин предлагает убить Владимира Зеленского. Вот так вот сразу говорит, убиваем Зеленского и они все поймут. Как вы думаете, действительно ли, ну, связывают в Кремле как-то эти вещи и для паранойка Путина в голове у него это как-то в одну картинку может все сложиться? Я думаю, вы сейчас скажете, Дугин предлагает сдаться. Вот это, конечно, было бы тогда, Михалков бы обзавитывал себя. Но по поводу, слушайте, ну, там бредятина наполненная, конечно, в головах. Дело не в этом. Если серьезно, мне почему-то кажется, что, ну, может, то есть, огромный шанс, что это была катастрофа. Действительно, случайные погодные условия и так далее. Но надо же смотреть на то, кто выгодоприобретатель. Мне почему-то кажется, что сын нынешнего лидера Хаминеи, реального лидера Ирана, которому власть не могла достаться, пока был жив Раис, а оба претендовали. Мне кажется, он очень доволен случившимся. Я даже не исключу, если условное КГБ, иранское, а оно называется КСИР, корпус ража исламской революции, это как НКВД во времена Сталина, попытается сейчас еще больше упрочить власть. Я объясню просто, что происходит. Вот есть условное НКВД, этот КСИР в Иране. Он пока что подконтролен. Ему уже принадлежит практически все, но он пока что еще подконтролен. Но я думаю, что он хотел бы, как и здесь, в России, да, если мы говорим о путинской России, вот он бы хотел очень сильно получить всю полноту власти в свои руки. И я не исключаю, что в последующем в Иране мы нечто подобное увидим, когда северники полностью захватят власть в Иране, и режим будет похож на тот, который есть в России, Владимира Путина, но более тяжелый, более жесткий, без каких-то там элементов притворства и циничных реляций. Что касается этих больных товарищей в Российской Федерации, Дугина и всех остальных. Очень важно, что они обеспокоились. Видите, ФИЦА. То есть сразу как можно понять, насколько российские спецслужбы близки к тем или иным лидерам, насколько для них они важны. Обеспокоились по поводу ФИЦА? Понятно, хорошо, спасибо большое. Продемонстрировали лишний раз свои связи со Савадским премьер-министром. Обеспокоились из-за Раиси? Значит, у вас есть какой-то контакт, значит, он вам важен. Значит, он для вас ценная фигура. Вы могли бы, господин Дугин, всех людей, которые важны для Генштаба Российской Федерации, для военной разведки России, сразу назвать? Огласите весь список. Огласите весь список, да. Было бы легче. Мы обязательно им поделимся со всеми необходимыми западными коллегами. Да, агенту МОСАДА, эликоптеру будет... Приготовиться. В первую очередь, да. О реакциях, да, как я и анонсировал. Вот меня действительно очень они удивили, реакции на смерть президента Ирана. Значит, соболезнования высказал Евросоюз, Генсек Организации Объединенных Наций. Папа Римский там чуть ли не слезу, значит, пустил. В Турции Россия назвали человеком, положившим всего себя на алтарь доброты и мира. А МАГАТЭ, то есть агентство по регулированию атомной энергетики, они даже стоя почтили его минутой молчания. Минутой молчания, да. То есть человека, который развивал ядерную программу с помощью россиян, да, и хотел, чтобы у Ирана была ядерное оружие, в итоге его почтили вот таким вот образом. То есть тегеранского палача, да, который отправлял людей на смерть своими приказами, того, кто поставлял России беспилотники и боеприпасы, которыми потом убивали мирных украинцев, человека, который декларировал своей жизненной целью уничтожение государства Израиль, вот теперь все вздыхают, какой же хороший парень он был. Вот почему так? Это действительно дипломатия, это протокол какой-то, но я не верю, что обязательно где-то прописано, что надо, значит, стоя минутой молчания почти. Во-первых, они свиньи. Кроме Эрдогана. Эрдоган честен. На территории Турции нормально себя чувствуют хамасовцы. И с Ираном у него были хорошие, относительно хорошие отношения, вот сейчас, в последнее время. Европейцы свиньи, вообще западные все товарищи, в этом смысле. Ну, о чем говорить, если они могут положить на один стол и ордер выписать на арест и Нитаньяху, и хамасовца? О чем говорить, если они в Собчак пускают, а Путина не пускают в Канны, понимаете? Ну, дело же не в этом. Дело в том, что мы находимся в такое сами время, живем, когда лидеров не осталось, фактически, на Западе. Они боятся. Они боятся. Чего они боятся? Вот когда случилась катастрофа с Раиси на борту вертолета, то американские СМИ, конкретное издание «Политика», написала со ссылкой на источники из Белого дома, что в Белом доме очень сильно боялись после случившейся катастрофы, так как, предполагалось, что начнется Третья мировая война. Ну, вот представляете, будут парить вертолеты, где-то еще что-то будет случаться. Ну, сегодня упал президент Чехии Павел на мотоцикле. Что теперь, Третья мировая должна начаться или что? Но они боятся. Вот они боятся, что Путин что-то начнет делать, какие-то ядерные испытания проводить, Третья мировая, нехорошо. Раиси разбился на вертолете, Третья мировая, нехорошо. Китай что-то стал угрожать, Третья мировая, нехорошо. Понимаете, так можно бояться, бояться, бояться и отдать всю свою свободу. Всю свою свободу, а затем все равно жизнь. Всем этим диктаторам, на что они и рассчитывают. К большому сожалению, наши западные товарищи, несмотря ни на что, невзирая ни на что, продолжают вселенаправленно идти по этому абсолютно безумному, бездумному пути. Пути, при котором они снимают трусы и показывают свое заднее место, свой задний проход всем этим диктаторам. Мол, берите, принимайте. Мне и без свободы, в том числе и сексуальной, вполне себе хорошо. Ужас. Что касается Путина. Вот что интересно. Вы видите, как он стал повышать градус. Приехал Кукашенко. А теперь он приехал к Кукашенко. Стали они там расчеклять эти ядерные все заряды свои, рассказывать, как они куда ударят, кого они ударят, дубиной махать. Путин достал из штанов дубину, а Лукашенко придерживает ее. И они машут налево и направо. И брызжут этой гадостью своей. А теперь он еще, значит, Министерство обороны выпускает отдельный там декрет. Будем увеличивать границы в Балтийском море за счет других стран. В этот же день снимают. Поиграли мышцами. Европейцы напряглись. Особенно шведы. Остров Готман, все дела. Дальше Путин отправил антиспутниковое оружие в космос. Все на ушах стоят. Все звездные войны. Ну, дегенеративный император Палпатин начал большую войну. И они на самом деле боятся, понимаете, Леша? Они же боятся этого всего. Я вот представляю себе этот день. Путин просыпается в одно прекрасное утро. Подзывает к себе, не знаю, кого там, Белоусова, еще кого, Лавровой, говорит. Знаете, друзья, я принял такое решение. Вот мой чемоданчик, вот красная кнопка. Плевать я хотел на остальные там какие-то 8-7 человек. Они мне подчинятся. Я нажимаю и запускаю ракету на Киев, на Лондон, на Париж, на Вашингтон и на Берлин. Все. Я принял решение. Ракета пошла. Что сделают наши западные коллеги, мне интересно. Вот я почему-то боюсь, что они обосрутся, обделаются и поднимут свои лапки кверху. И это самое опасное, понимаете, в этой ситуации. Они же до сих пор, он еще ничего не сделал. Слово сказал. Они уже думают. Как ответить? Каждый раз, когда они думают после его слов, проходит время. Месяц, полгода, год. Это все сказывается на фронте. Вы представляете, если бы они вот это оружие, которое сейчас дают, дали бы нам это оружие в 22-м году, осенью 22-го года. Россия бы не была даже на территории бы Крыма. Слезала бы всю Россию к чертовой матери с украинской территории. Если бы Украины были F-16, Атакамс, Шэдл, Сторм Шэдл, все эти беспилотники, все эти Джавелины и все остальное. Не было бы ничего. А если бы у Украины было бы это оружие по состоянию до февраля 2022-го года, а даже, ну хорошо, до февраля 2022-го года, никакой полномасштабки вообще бы не было. Ничего бы не было. И вот это вот промедление, вы понимаете, он шантажирует, а не медлит. Он шантажирует, а не медлит. Если так дальше ситуация будет продолжаться, ну я не знаю, до чего это дойдет. Тогда им не сильно нужно будет начинать Третью мировую или уже в нее вступать непосредственно. Но чем они вступят? Непонятно. Готовы ли они к этому? Мне кажется, нет, кстати. А что вы думаете, друзья? Напишите в комментариях, готовы ли вступить наши западные союзники в Третью мировую или пока готовы вступить только в Собчак? Да, да, да. Или вступить только в Собчак. Будет интересно почитать ваши мысли. Возможно, обсудим в последующих беседах. Вы, кстати, еще одну очень интересную тему затронули по поводу требования прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест и премьера, премьер-министра Израиля и министра обороны Израиля, в то же время руководителей нескольких ваташков, да, как это по-русски, нескольких. Главарей. Да, главарей Хамас. Кстати, вот, да, сразу возникает вопрос, ну как можно ставить на одни весы и жертву, и как бы палача? Причем этот вопрос забавно, что задают не израилетяне, а задают хамасовцы. Они страшно недовольны. Говорят, как это ордер и на нас, и на премьер-министра Израиля? Нет, 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 это они, говорят, палачи. На нас какой ордер можно выдавать? Но тут же очень важно для нас, что, так как Путину тоже был выписан этот ордер, теперь, если будет выписан ордер еще и Нетаньяху, а если после этого на Международный уголовный суд, как грозятся американцы, будут наложены санкции, но это вообще нивелирует, в общем-то, всю эту идею, потому что, ну, в Кремле будут говорить, так, слушайте, ну какой Международный уголовный суд? На него он санкции наложен, у вас там и Нетаньяху, и Путин, и немалый, бог знает, бог весть, кто еще. Поэтому вот это опасно в этой ситуации. Да, и Путин будет ликовать, радоваться, прыгать на своей кровати, и подпрыгивать от удовольствия, когда это случится. Но, понимаете, тут же проблема, она глубже, чем просто Путин, чем просто Хамас. Во-первых, это показалось, что вы можете создать любую террористическую организацию, направить, застрелить тысячу людей, и вам ничего не будет. Если бы Израиль ничего не ответил, все бы просто аплодировали и продолжали бы вот эту вот всю чушь, которая проходила на протяжении 10 лет с этим сектором газа. Только потому, что Израиль ответил, невзирая на противление Запада и США. Поэтому что-то еще и получилось. И даже сейчас Израиль может в состоянии, вот уже сейчас уничтожить весь Хамас на территории сектора газа. Этого не происходит из-за позиции Запада, из-за шантажа. Почему этот возник уголовный суд? Шантаж. Шантаж. Будешь продолжать, в Берлин не приедешь. Арестуют. Как вести дело с человеком, с Нетаньяху? С Путиным нельзя вести дело, правда? Потому что он, на него ордер выписан, международным уголовным судом, на арест. Он преступник. Если Нетаньяху преступник, по таким же соображениям, с ним нельзя вести дело. А он премьер-министр Израиля. Это впервые. Это же не диктатор, как Путин. Впервые в истории на демократически избранного премьер-министра на честных выборах, на честных выборах, был наложен, или есть попытка наложить арест, выписать ордер на задержание, признать преступником. Это первая сторона медали. Вторая, более серьезная и более глубокая. Это вот то, во что мы возвращаемся. Это такие пещерные, конечно, времена, средневековые. Потому что, понимаете, как они раньше считали? Вот еврея необходимо защищать только тогда, когда на него нападают. Просто так евреи не подлежат защите. Зависть всегда мучила их. А теперь уже и защищать не нужно, когда нападают. Уже неинтересно. Если вы посмотрите на этот суд, когда на одни весы, на одну сторону Хамас, на другую сторону Нитаньяху и Гаванта, министра обороны. Если вы посмотрите на признание такими странами, как Испания и Норвегия, Палестины, как независимого государства. Тоже шантаж, понимаете, своего рода. Если вы посмотрите на эти ужасы, которые творятся в американских кампусах, университетах в отношении евреев, этот антисемитизм. То мы просто сами увидим ситуацию до Холокоста. до Холокоста. Это все опасно. Опасно тем, что потом и погромы начнутся. Это уже все было. Погромы, Бабий Яр, зоны оседлости, изменение имен, тройки, расстрелы, газовые камеры. Это уже все было. Непонятно только, зачем это все повторять. Что это за косплей такой? Все это, конечно, ужасно. И мне кажется, что это один из самых ужасных результатов, таких промежуточных результатов нынешней Третьей мировой войны, а кто-то говорит, четвертой, в которой мы сейчас с вами находимся. Субтитры создавал DimaTorzok